Бывшая кандидат на пост примара муниципиабельца Арина Коршикова подала иск против Молдовы в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что она была отстранена от участия во втором туре местных выборов осенью прошлого года. Это решение она считает незаконным. Управление представителя правительства Молдовы ЕСПЧ 5 каналу сообщили, что не получали официального извещения о заявлении Коршиковой и поэтому не могут прокомментировать эту тему. В пресс-службе Министерства юстиции не ответили на наши звонки для выяснения реакции ведомства. Как сообщила Арина Коршикова, 15 марта ее адвокаты подали заявление в Европейский суд по правам человека, оспаривая законность ее отстранения от участия в местных выборах в Молдове, состоявшихся в ноябре 2023 года. Я надеюсь, что этот судебный иск поможет предотвратить демонтаж демократических институтов и прав человека, которые я как гражданин, а также вся страна пережили за последние годы. Я баллотировалась в Бельцах, потому что хочу приносить пользу жителям этого города, и я буду пытаться реализовывать это стремление с помощью данного иска, заявила Коршикова, которая в прошлогодних выборах участвовала в качестве независимого кандидата. Пятый канал обратился за комментарием по этому поводу в управление представителя правительства Молдовы в ЕСПЧ. «В ответ на ваш запрос я отмечаю, что правительство не было проинформировано о возможном обращении, поданном в Европейский суд по правам человека госпожой Ариной Коршиковой. Таким образом, в отсутствие какой-либо официальной информации, направленной правительству Европейским судом, мы не можем каким-либо образом комментировать возможные обращения или жалобы, которые поданы в суд», сообщила глава управления агента правительства Молдовы в ЕСПЧ Дойна Маймеску. Наш телеканал также обратился в пресс-службу Министерства юстиции, однако там не ответили на наши телефонные звонки. Напомним, Марина Коршикова заняла второе место по итогам первого тура выборов на пост примара муниципия Бельцы 5 ноября, однако решением Бельского окружного избирательного совета от 7 ноября она не была допущена к участию во втором туре. Решение было вынесено на основании жалобы Николая Григоришина, бывшего примара Северной столицы, одного из кандидатов на выборах. Григоришин заявил, что Коршикова управляла фирмой, которая упоминалась в аргументации при объявлении партии ШОР вне закона. Кроме того, как заявила Светлана Колесник, председатель Бельского избирательного совета, Коршикова нарушила финансовую дисциплину, использовав незадекларированные финансовые средства и материалы более чем на 1% от утвержденного Центральной избирательной комиссией предельного размера избирательного фонда. Наряду с этим, в середине октября прошлого года Арина Коршикова в качестве администратора телекомпании Телесистем ТВ СРЛ, учредителя телеканалов Примулын Молдова и Акчен ТВ, была включена в санкционный список Канады, как лицо, имеющее связи с Иланом Шором. Суд первой инстанции и апелляционная палата Бельс решение об отстранении Коршиковой оставили в силе, тогда как высшая судебная палата за день до второго тура выборов, 18 ноября, отклонила поданную ею кассационную жалобу. Арина Коршикова полагает, что ее незаконно лишили права участвовать в выборах в качестве кандидата. Ранее она заявила, что считает решение Бельского окружного избирательного совета по меньшей мере странным, учитывая, что ее изначально зарегистрировали в предвыборной гонке. Отметим, что тогда представители власти отрицали какое-либо вмешательство в систему правосудия. Представители судейского корпуса говорили, что в своей работе руководствуются исключительно буквой закона. Отметим, что по результатам голосования в первом туре Арина Коршикова набрала почти 21,5% голосов и вышла во второй тур вместе с Александром Петковым, получившим более 22% голосов. В итоге примаром муниципе Бельцы был избран Петков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова